По околькосе населенных пунктов Будокошелевский район на Гомичине самый великий 232. И хоть у некоторых проживающих по некольких человек, медь макчимость принять удел у голосования повинен кожным. До речи 18 лютого у районе у Советы Розных узровнев необходно брать больше 200 депутатов. Сегодня для проведения выборов депутатов местных советов у Будокошелевского района утворены 37 участков для голосования зарастуты для оформления кутков выборщиков, где после регистрации кандидатов обовязково заявится биографию всех претендентов. Учезавши свои голосы, дадут за тык, кто сдольны выражать реальные проблемы. Головная задача депутата районного совета, директора дорожно-работно-будовничьего управления номер 184 Александра Кудельки, подрымка в належном стане местовых дорог. Але коли ранее основное финансование накеровывалось на трассы республиканских значения, то сгодно с доручением президента краины теперь ориентиры изменяются. Александр Куделька каже, что для выканания этого доручения в его системе активности у Тымлюков квалификованы специалисты и материальная база. Наши мощности этому позволяют. У нас есть свой асфальтобетонный завод на два смесителя, своя мойка щебня, свой железнодорожный путь. Вагоны приходят с материалами прямо сюда. То есть не так, как у некоторых организаций, надо еще автовозки откуда-то далеко везти. Ну то есть, все для этого есть. Потримка в належном стане местовых дорог, постоянный клопот и для старшины Рогинского сельсовета Валентины Семеновой на этой посаде я на всего полтора года ранее працевала наместником директора сельгазподприемства. Спочатку каже, было ведь меня просто, а я потребуюсь помощники, которые сегодня есть во всех 11 везках Совета. Надо там подкосить, или автолавка не может подъехать, или в автолавке мало продуктов. Мы решаем вот эти вопросы вместе со старостами. Выезжаем на территорию населенного пункта, делаем собрание граждан с ними, советуемся, что будем делать. Депутаты, выбранные в Будокошелевском районе, люди увогули активные и инициативные. На святе, с нагодом на доходе чека Нового года, у Рогинской больницы Сястринского догляда, одразу четыре депутаты розного узровня, Совета Республики, Национального схода, районного и сельского совета. Пациентам этой установы увага потребна особливая шмат хто зык, немая родных, некоторые проводят у больницы по некольких годов. Ся род выступающих артистов, директор Мясового центра народной творчести и депутат районного совета с 10-ти годовым стажем Татьяна Сорокина. К рыху позднее она проведе одну започных перед новогодних репетиций с зуденниками дитячих коллективов. 31-го студене у центра пройдя Великий святочный концерт, где будут выконываться як сучасные песни, так и старожитные спелые танцы. Для директора это одна из основных задач – захование и популяризация мясовых народных традиций. Для нас главное – это, конечно, белорусские традиции, местный фольклор, вот это вот все развивать и как-то сохранить, в первую очередь, развивать, и при этом научить наше младшее поколение, чтобы они знали наши обрады, традиции и обычаи. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадио-компания «Гомель», Бутокошелевский район.